Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я хочу вам показать рецепт из серии безотходного производства. Если вы, например, приготовили ризотто, рецепт на канале я уже вывешивал от жадности, допустим, целую сковороду, и не справились с поеданием, то на следующий день содержимое сковороды вряд ли можно назвать достойным высокой кухни. Но и давиться разогретым, а тем паче холодным, я не предлагаю. Началась у нас зима, слышите, ветра начались, трубе завывает, не справлюсь на постпродакшене. Да ладно, черт не. Так вот, итальянцы давно уже придумали способ, как из вчерашнего, прямо скажем, уже никакого ризотто приготовить сегодняшнее, очень даже достойное блюдо. Тут больше разговоров, чем готовки. Вот у меня вчерашний рис. Добавлю к нему крошек из свежего хлеба. Для чего натираю его на терке? Это в качестве разрыхлителя. Еще для вкуса сюда же пармезан. Если у вас нет пармезана, берите другой сыр. Я бы порекомендовал какой-нибудь с ярким таким резким вкусом, но это мой вкус, а вы выбирайте на свой. Еще сюда пойдет зелень петрушки. Нарвлю помельче. Зелени можно побольше. И добавлю вяленых томатов. Да, я знаю, что это не канонический вариант. Но, во-первых, я готовлю рончини не из ризотто, а из вчерашнего риса. То есть вкус уже гораздо беднее, поэтому надо его чем-то обогатить. Если вы вдруг не знаете, я уже показывал на канале, как вялю томаты. Отпущите поисков. Ну, вот так, наверное, будет достаточно. Их отправлю к рису. И еще яйцо, чтобы легче было все слепить, в конце концов. Ну и соль, перец, конечно. По вкусу. И все старательно перемешать. В первый раз за последние пять лет перемешиваю что-то руками, а не своим кухонным комбайном. Это потому, что не уверен, что комбайн с этим делом нормально справится. Рис очень липкий. Ну и что я тут намешал? Ммм. Очень даже не дурно. Вы можете пофантазировать и добавить что-то свое. Здесь, конечно, в основном решает сыр и исходный вкус риса. Если у вас просто рис, надо побольше сыра, побольше добавок. Если у вас было вкусное ризотто, то сыра можно поменьше. Определитесь сами. Ну, собственно, уже можно лепить фрикадельки, но я хочу в каждую добавить по кусочку сыра. И знаете что? Несмотря на то, что итальянские традиции требуют в итальянском блюде использовать итальянские сыры, в данном случае моцареллу, я хочу провести эксперимент и сделать несколько штучек с фетой и несколько с чеддером. Потому что мне, черт возьми, интересно поэксперимизировать. Тут все просто. С моченными в воде руками делаю лепешечку. Так. Кладу кубик сыра и закатываю в шарик. Ну и запанировать все в сухарях. Поэтому разболтаю яйцо и скупаю ранчини де рисо в нем и в сухари. Вот так. Ранчинина подготовлена. И с остальными все то же самое. Можно было бы уже отправлять их во фриатюр, но я хочу еще приготовить соус. Спокойно, очень быстрый, очень простой. Томаты с томатами. Ну, почти. Опять в дело пойдут вяленые. Потому что у них очень насыщенный, очень концентрированный вкус. И протертые. Вот так. И для остроты лишним не будет красный острый перчик. Немного. Вот так. Достаточно, я считаю. Теперь немного оливкового масла. Экстра виржин. Видите? Самое вкусное, ароматное. Не пожалею. И пробиваю все блендером. Вот так. Надо довести до кипения и сразу выключать. Тогда вкус и ароматы быстрее по всему объему выровнятся. Все-таки вяленые томаты очень классная штука. У них настолько сконцентрированный вкус. Они придают этому соусу и сладость. Много сладости, как будто сахар осыпанули. И кислинку. И яркость. Супер. Этому соусу вообще ничего добавлять не надо. Ну, кроме зелени, конечно. Так что, выключаю нагрев. И добавляю зелень. И перемешиваю. Красота! Все, соус пусть дожидает своей участи. А я быстренько подрумяню оранчини. Не перегревайте масло. 150 градусов будет в самый раз. Готовятся они быстро. Что там готовить-то? Сырых продуктов в составе нет. Поэтому зарумянились. Сразу достаем. И на бумагу. Чтобы лишнее масло убрать. Можно пробовать. Красивый, черт возьми. Как маленькие апельсинчики. Но что интересно, с таким сыром, например, вот это. Давайте разрежу. Так. Этот, смотрите, почти не растаял. Сначала без соуса. Сложно сказать. Это или фета, или моцарелла. Мы сейчас с другой сравним. Будет понятно. Соусы надо макнуть. Так вот. Вы знаете, это и как гарнир пойдет. И как самостоятельное блюдо. Очень классное сочетание вкусов и ароматов. Нет, конечно, все зависит от того, какую начинку вы туда положили. И лиду не только сыр непосредственно добавили для фарширования. Но и вмешивали в рис что. Но все равно, даже на этапе пробы, когда вы добавляете всякие туда всякости, уже можно понять, что это будет представить. Очень классно. Давайте следующий попробуем. Так. Это. Судя по желтому цвету, это чеддер. А чеддер-то у нас поплавился. Смотрите. Красота. Классно. С чеддером тоже здорово. Ну и последнюю. Судя по поплавившемуся куску, это уже у нас моцарелла. Ну и что насчет моцареллы? Моцарелла сглаживает яркость начинки. Поэтому, если у вас начинка такая яркая, мощная по вкусу, я имею в виду сам рис смесил, ваш ризотто бывший, то можно положить моцареллу, она все сгладит. А если сама начинка по себе более спокойная, то я бы советовал более ярких, более резких сыров туда положить. Ту же самую фету. И знаете что? Я, наверное, в следующий раз сразу положу и фету, и моцареллу в каждую оранчину. Очень классный способ реанимировать вчерашний ризотто или вчерашний рис. Мереть на вооружение. И да, давайте-ка побольше обратной связи. Не просто там лайки, дизлайки ставьте, но и пишите ваши, не то что пожелания, но что вас интересует в первую очередь. Я не говорю про конкретные блюда, но, допустим, мясо давай, рыбу давай, супы давай, или соусы опять давай. Давайте. Больше обратной связи. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!